Ой, погода не очень и лень, не хочется на выборы идти, а позову-ка я себе избирательную комиссию на дом. Алло, избирательная комиссия? Хочу голосовать на дому. Как-то не положено. А кому тогда положено? Узнаем у жителей Ярославля. Кому положено, а кому нет. Голосование на дому. А знаете ли вы, что членов избирательной комиссии можно пригласить к себе домой, если да, то при каких условиях? Если ты сам не можешь посетить, наверное, пункт. Или находишься где-то далеко, где нет рядом. Ну, наверное, это будет актуально, было бы актуально для людей маломобильных и в каких-то условиях труднодоступных. Когда человеку тяжело в случае болезни или инвалидности попасть на избирательный участок. Если инвалид, то должен быть человек. Как вы думаете, можно ли территориальную избирательную комиссию к себе домой позвать? Я думаю, можно, если человек ограничен в передвижениях, то там пенсионер какой-то, либо инвалид. Как хорошо, что жители Яосовья так много наотвечали на этот вопрос. Знают, предполагают. Но лучше все-таки экспертное мнение выслушать. Елена Ивановна, расскажите, как, кто, зачем и куда может вызвать, чтобы не было никаких кривотолков. Ну, а я, я точно ножками пойду. Кстати, я и вам рекомендую. Не все наши избиратели могут прийти на участки и традиционно проголосовать на них. Есть и такие наши избиратели, которые в силу своего возраста, в силу здоровья или еще по каким-то причинам не смогут этого сделать. Наши члены комиссии придут к ним на дом и дадут возможность проголосовать. Как это сделать? Позвонить или же подать заявление можно или в территориальную, или в участковую избирательную комиссию. А также хотела бы напомнить, что у нас с вами будет проводиться такой проект, о котором мы с вами говорили, информ.уид. И там конкретно можно передать нашим членам комиссии такое же заявление или оставить заявку. Как позвонить, так и передать заявление можно не просто лично, а попросить или соседей, или соцработников, родных или близких людей. Сделать это можно будет буквально до 17 марта 14 часов дня. Если у наших избирателей остались какие-либо вопросы, то я советую набрать нашу горячую линию, номер телефона ее 900-776. До новых встреч! До новых встреч!